коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня разберем сделочки от 23 июля в воскресенье на монетки аргенте это фьючерс на бинанс я думаю что и на других биржах тоже есть ложный пробой тот самый ложный пробой когда мы заходя в пробойную плоскость не можем двигаться дальше то есть цену устанавливают и возвращает обратно и на возврате вход с очень короткими стопами и относительно небольшим потенциалом хода да то есть наша задача забрать именно откат да красиво там продать на макушке либо купить на самом донышке так называемый ловли ножей и высидеть какую-то длинную там дистанцию это все красиво но крайне редко гораздо чаще формируются ситуации именно быстрых ложных пробоев когда при скажем так нейтральном внешнем фоне да вот криптовалюте это воскресенье bitcoin стоит в очень узком диапазоне никуда не идет некоторые инструменты показывают какую-то динамику динамика тоже должна быть скажем так своеобразную нас не должно быть там извините за жаргон какого-то валящего движения да как вот сейчас счет монетку покажу чуть попозже то есть если инструмент очень сильно идет и пролетает там за несколько секунд там десяток процентов понятное дело что в такую сделку заходить нельзя на ложный пробой даже если там какой-то очень крепкий уровень с истории там зеркальный подтвержденный в общем неважно если монетка очень быстро летит и очень большой волатильный стоп входить в ложный пробой нельзя так как волатильностью размажет даже внутри одного минутного бара может быть несколько раз пересечения уровня и это может сыграть злую шутку то есть нужно опять таки дождаться закрытия хотя бы минутки в предпробойной плоскости для входа либо просто пропускать такие ситуации гораздо интереснее когда инструмент движутся поступательными движениями то есть мы видим импульс и откат импульс и откат и вот если где-то в конце импульса можно провести сильный уровень до с истории будь то это там точка излома либо откат какого-то да нет если вот на примере аргенте рассматривать там были откаты нисходящее движение были уровне сейчас тоже все покажу в принципе можно приступить начну с хронологии то есть как это было и отсюда уже будем двигаться то есть в течение дня было несколько ситуаций и во всех постарался поучаствовать в общем что из этого вышло значит на дневке здесь вот хвостик шпилечка до 31 82 уровень и далее два там 32 18 32 39 но 18 он такой внутри хоть и тоже бар не маленький значит на что обратить внимание здесь то что мы после роста нас продали и мы очень далеко закрылись от уровня то есть если эти бары рассматривать как паранормальные но этот еще наверное можно вписать в текущую волатильность то этот бар явно паранормальные мы закрылись далеко у нас до уровня свободного тар мало значит это домашка да на ложный пробой и вот подходя к уровню срабатывает я ставлю уведомление в trading you срабатывать уведомление открываю график оцениваю да то что происходит опять-таки нужно проявить немножко сноровки потренироваться если этого не делали нужно изначально рассчитать рассчитать расчетный стоп лосс он у вас должен быть известный и исходя из этого расчетного стоп лосса вы должны определить заранее объем позиции которые будете заходить если есть возможность поставить более короткий стоп до в условиях текущей волатильности либо если мы заходим далековато от уровня то нужно понимать заранее параметры с которыми вы будете участвовать в сделке то есть если это стопик там пределы 10 процентов а то то мы должны понимать что нам нужно забрать там порядка 30 процентов от арт всего для того чтобы забирать свой тейк то есть запоминаем наша задача забирать откат лишь и все если мы пересиживаем мы приходим очень часто к тем ситуациям что нас просто либо выбивает по безубытку либо инструмент продолжать свое движение если не переносить стоп без убыток то будет закрывать по стопу без стопа входов в ложный пробой нет то есть это должно быть само собой разумеющиеся и от этого отталкиваемся в общем я сейчас на поэтому еще в трейдинг и покажу это как бы итог до ложный пробой еще здесь барчик постояли специально показываю минутку то есть я в моменте оцениваю как ведет себя инструмент чтобы он не полетел быстро быстро и далеко то есть волатильности нет успокоились мы находимся под уровнем вход то есть это третья минутка по сути дела следующее то же самое дальше 32 18 напоминаем да вот отсюда стоял уровень чуть ниже уведомлений и смотрю что происходит так как здесь прошли дальше смотрю сразу дальше по ходу движения 32 39 то же самое ложный пробой вот здесь посидел подольше тоже сейчас на минутном графике это нужно показать характер хода если мы посмотрим вот здесь то есть мы движемся опять-таки даже на минутке с какими-то откатами то здесь по сути дела быстро так быстрое движение произошло и потянул до пробитого уровня то есть это ретест пробитого и мы можем там ехать дальше если кто-то там будет применять методики там скальперский хотите сделать можно в каком-то диапазоне до в обе стороны вот это брать нам слишком напряженно поэтому не стоит то есть стопик в данном случае три десятых процента до с копеечками и до уровня получил взять даже больше пяти к одному и третий заход тоже 33 10 тоже уровень сейчас покажу первичный ложный пробой и вход сразу на возврате то есть так как мы закрываемся под уровень до сразу вход по рынку и не ждем более ничего на графике выглядит вот так тридцать 182 это вот та сильная девочка коротенькое движение здесь чуть побольше и как это называется с элементами фигур технического анализа до двойная вершинка при выполнении ряда условий то есть ум с головой прыгать где подряд не надо в одинаковые хвосты но если мы ориентируемся на динамику движения да и на то что происходит можно поучаствовать значит первый вход при возврате под уровень да здесь вот в этом баре был код открыла по 31 77 стопик всего 4 процента то есть повышенным объемом коротенькое движение много не надо высиживать выход вот начали замедляться останавливается цена то есть не готовы двигаться дальше плюс слева у нас локальный экстремума это может быть ретест и дальнейший ход дальше поэтому быстрый быстрый вход и быстрый тейк долго не сидим забираем лишь небольшой откатик вторая сделка почему посидел подольше импульсное движение без остановочные дату здесь буквально на две минуты остановились опять дальше первый выход был вот здесь когда начали жевать тоже опять таки ориентируемся на то что было слева у нас слева уже пробитый экстремум до вот этого ложного пробоя первых остановились закрыл половинку стоп без убыток потянул еще немного до пробитого уровня следующий подход 3314 то же самое ложный пробой быстрый вход при возврате сразу в предпробойную плоскость ну и двойная вершинка быстрый подход и от одного уровня невозможность пройти дальше стопик там же то есть условия прежние и сразу вход то есть ложные пробои откатное движение то есть не сейчас вот монетку это разберем с тем x движение волнообразно мы можем ожидать что если у нас край до остановка импульса будет где-то в районе уровня то можно попробовать забирать тот самый откатик опять-таки оцениваем динамику инструмент в откат ходит там один процент с небольшим до там 1214 здесь сходили побольше но это их покороче от входа до 3 к всего 095 здесь импульс пошире да и откатик тоже побольше здесь то же самое короткие движения обратные то есть не нужно вот здесь вот не нужно пересиживать свое забираем что дает 0 9 процента и выходим не сидим не ждем если 105 оставляем может пойти вниз быстро и сильно а если не пойдет тогда что тогда отступит и пойдет в общем задача забирать именно коротенькие движения и стараться высиживать иначе точнее наоборот стараться не высиживать вот этот монетка steam x она полетела вчера и ну субботу а нас пятница вообще в движении и вчера кульминация до было всего происходящего на что мы можем ориентироваться на какие-то экстремы слева то есть вот эти откаты там где нас могут останавливать какие-то там сильные зеркальные уровни в общем все то на что мы можем ориентироваться слева в условиях повышенной волатильности мы понимаем что у нас волатильность средняя вот такая два дня у нас и так уже инструмент летит останавливается и в воскресенье да можно рассматривать какие-то движения переходим на младший таймфрейм и несмотря на то что вот монетка выглядит квадратный происходит такая история что во первых колоссальная волатильность то есть инструмент опять стоит очень узко и начинается движение вот в вот этот минутный бар вот этот минутный бар 6 процентов куда здесь входить какие ложные пробои о чем может быть речь ну а дальше здесь полет 50 процентов ну 47 в одном минутном баре то есть в условиях повышенной волатильности входить в ложные пробои я настоятельно не рекомендую потому что короткий стоп поставить не получится длинный стоп отдаляет take profit пропорционально да поэтому очень часто не будет происходить take profit of инструмент будет обратно выходить опять-таки в условиях повышенной волатильности когда инструмент сильно носят не лезем потому что и стоп может не спасти то есть вот минутный бар 47 процентов особенно кто торгует там небольшими суммами с применением кредитного плеча очень большая вероятность просто ликвидировать позицию то есть сделка по стопу закроется но с очень большим проскальзыванием и возможно даже что и стоп не спасет объем позиции то есть маржа должна быть изолированная от таких ситуаций до в случае чего чтобы у вас не было доходности по позиции там больше чем минус сто процентов то есть у вас убыток максимум должен быть ограничены той маржей который вы загружаете в сделку если это кросс обеспечение да то есть если маржа выделены на сделку заканчивается подключается маржа с фьючерсного кошелька и тем самым позиция может входить в минус более чем на сто процентов такого таких ситуаций нужно избегать то есть быстрое движение ну и фон вчерашний в во время вечером подскочили но входы там были уже когда биток выскочил и начал заваливаться то и входики обратные были а днем ситуация такая что bitcoin никуда вообще не идет очень узенько стояли с 11 часов туда же с 7 утра и по сути дела до 8 вечера никуда не выходили стояли очень узко поэтому можно те монетки которые движутся до соответствующим образом нужно пробовать собирать на ложные пробои вот надеюсь было интересно применяйте для начала да попробуйте бумажные сделки то есть ложные пробои это чаще будет быстро очень часто будет инструмент очень быстро убегайте просто не будет возможности заскочить сделку поэтому нужно небольшая сноровка нужно потренироваться и все получится всем пока надеюсь было интересно